На самом деле, эта структура абсолютно естественна, потому что есть множество банков, которые объединяют, предположим, две страны. Есть канадско-американские банки, которые работают только в этих двух странах. Это тоже своеобразное объединение. Просто банк БРИКС будет более большой и более обширный, и будет более четко прописан. У него будут собственники не частные лица, а какие-то государства. Поэтому, на самом деле, это вполне естественно и, как показывает опыт, вполне прибыльно.